приветствую вас друзья начинаю новый пейзажик на сверх малом формате это у меня грунтованный картон и картон имеет очень маленькие размеры сейчас не помню точно но там речь идет о 15 20 сантиметров вот поэтому работать на таком формате с одной стороны приятно потому что это быстро с другой стороны сложно потому что кисть довольно крупная как видите на экране размер картона сопоставим с размером моей руки и кисточку я беру тоже немаленькую относительно то есть где-то там 10 примерно номер вот и получается что работаешь таким большим инструментом на таком вот миниатюрном формате поэтому каждое движение должно быть выверено точное и широкие грубые может где-то мазки должны в точности попадать попадать в цель и выполнять ту задачу для которых они предназначены это вот так в целом об особенностях работы на таком маленьком формате и теперь давайте уже ближе к делу на вы видите как я уже практически прописал небо но сразу скажу что здесь есть одна особенность здесь есть градиент то есть плавный переход одного цвета в другой я замешал голубой фуце это такая очень звонкая насыщенная краска там одной на песчинки хватает чтобы сделать большое пятно цветное поэтому беру немножко вот этой голубой фуце в некоторых случаях лучше ультрамарин взять или кадми синие ну вот я фуцешкой пользуюсь добавляю белил где-то немножко добавляют чуть-чуть охрочки чтобы не было слишком такого нарочито синего цвета и вот верхняя часть получается прорабатывается таким светло-голубым цветом а к низу к низу цвет становится темнее то есть там преобладает синий с фиолетовым с коричневым и и в данном случае это не просто цвет неба а это прием обобщения который позволяет не увести в глубину вдаль на второй план все ненужные элементы леса то есть на втором плане лес заснеженный лес зимний лес и вот все деревья которые там за главными объектами пейзажа они у меня как бы обобщаются как бы уходит в дымку в туман и таким образом небо плавно переходит в силуэт леса вдалеке и все это так обобщаю и получается градиент то есть переход от светлого к темным в то время как основа набрана дальше я перехожу уже главным элементом композиции то есть это центральная маленькая елочка которая покрыта снегом слева будет сосна и справа тоже кусочек нескольких сосен который не полностью войдет в композицию как написать елочку очень просто можно держать в своем воображении в памяти форму конуса то есть конус белый гипсовый например и на него светит свет с левой стороны получается левая сторона у нас светлая правая темная и поскольку это не настоящий конус да как бы условно воображаемый а поверхность елки она такая неровная изгибы ветви лапы снега и такая вот бугристая поверхность скажем так рельефная то естественно я формирую объем этой елочки делаю светотень с такими рваными мазками и свет не плавно переходит в тень а достаточно резко плюс ко всему елка она же не полностью в сугроб превращается то есть под снегом все равно торчат какие-то отдельные ветви которые не покрыты снегом то есть там внутри такие дырочки образно говоря вот и они видны в некоторых местах и поэтому я вот сейчас добавляю довольно таки темные такие мазочки краски это зелень можно использовать веридонку изумрудку кадмий да в принципе любую зелень добавляю сюда немножко холодного синего где-то фиолетовый карпалачок ну то есть это мешанина цвета и здесь нужно ориентироваться не на рецепт как вот в кулинарии возьмите столько грамм одного ингредиента столько грамм другого нет здесь нужно чувствовать цвет чувствовать состояние природы форму дерева и цвет подбирать вот опираясь на чувство цвета ну и на принцип который я повторяю неоднократно это чередование теплого и холодного то есть где-то зелень холоднее с преобладанием синих фиолетовый где-то зелень теплее там с преобладанием коричневых красных еще чего то то есть зеленка она должна меняться вот опираясь на это подбирают цвет вот стараюсь избегать каких-то шаблонов таких поэтому говорю в своем комментарии что нужно опираться на размышление на анализ на понимание пейзажа и на чувство цвета аналогичный принцип я использую в написании сосны только здесь не конуса такая шапка шарик сверху вот который в тени в тени имеет оттенок где-то даже немножко зеленоватый то синие с зеленью где-то с преобладанием фиолетово то есть такие тонкие цветовые отношения их может быть даже на камеру почти не видно но в живой если смотреть они присутствуют поэтому теневую сторону деревьев я пишу ну не сильно уж темным цветом потому что теневая сторона все-таки должна дышать в каком смысле ну в том что за тенью следует рефлекс рефлекс то есть это отражение от каких-то соседних объектов отражения света на теневой стороне дерева вот поэтому отраженный свет это есть рефлекс поэтому теневые части деревьев я не сильно темными делаю все-таки должен быть этот отраженный свет читаться вот но на каких-то гранях между ветвями там да можно сделать такие ударчики поактивнее потемнее вот а свет я укладываю грубо постозными мазками белилка там с небольшим коричневым марсом вот но это не коричневая естественно краска это будет белила белый цвет но немножко темный немножко теплый с теплым оттенком вот и все это укладывают такими грубыми как бы рваными мазками и получается иллюзия ощущение вот этой шапки дерева ствол сосны он также состоит из освещенной и теневой грани стороны вот но я его даже не прописываю внизу вы видите как мазок краски такой длинный виде полосы тянется сверху вниз и внизу просто плавно исчезает то есть это некий такой намек вот и такая недосказанность намек намек он воспринимается более живо чем если полностью все дописать прописать сто процентов это будет немножко такая мертвая фотографичность такое в кавычках небольшое хулиганство недосказанность недопроработанность деталей скажем так они достаточно хорошо играют в работе вот и я использую тоже такой прием поэтому веточки там стволы какие-то детальки вот они появляются исчезают появляются исчезают это придает воздушность естественность пейзажу также как вот правая сторона сейчас вы видите на экране она уже появилась то есть я использую практически такие хулиганские движения кисти где-то оставил белый картон грунт грунт где-то протер вот этой вот фиолетово-коричневой серой краской то есть фон скажем так наметил и вот на этом фоне на втором плане леса свисают светлые лапы хвойных деревьев то есть мазки укладывают по диагонали что позволяет передать мотив вот этих склонившихся еловых лап веток ветвей то есть по сути такой тоже намек недосказанность вот но она смотрится воспринимается как дерево что касается снега то снег на вот ровной плоскости он не абсолютно светлый поэтому я беру немножко темнее это смесь белил смесь коричневого карплака где-то смесь даже с фиолетовым вот и получается такой сдержанный слегка темный белый снег то есть он не белый а вот на тех гранях протоптанной тропинки бугорков холмиков на этих гранях которые обращены к солнцу там света больше поэтому я оставляю там почти белый это цвет грунта карту которым загрунтован картон то есть это такой теплый белый белый ну смесь можно сказать с коричневым если вот намешивать на палитре вот ну такой белый теплый или как говорят молочный да вот такой цвет я его оставляю он смотрится белыми светлыми пятнами остальная плоскость снега чуть чуть темнее и на тропинке укладываю следы и самое важное использую контраст то есть где-то вот в эпицентре куда все сходится вот эти все повороты тропинки направление ветвей леса вот все сходится к центральной точке к эпицентру таком и вот чем ближе к этому композиционному центру тем больше я использую контраста то есть темные следы на светлом снегу то есть темные грани в тенях и светлые грани на свету они соседствуют образуют контраст а внизу с левой стороны там уже более размыто более мягко написан снег это тоже позволяет подчеркнуть композиционный центр сделать живопись более живой более интересный динамичный так что вот такой пейзажик сегодня я делаю на сверх малом формате заходите на мой канал если кто желает подписаться не забудьте нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео творческих вам успехов